Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается тема субкультура и контркультура. В ходе изучения данной темы вы научитесь распознавать и сможете характеризовать виды молодежных субкультур, объяснять и приводить примеры отличия субкультуры от контркультуры. В конце изучения темы постарайтесь ответить на вопрос. Субкультура – это путь к себе или побег от реальности? Во всех обществах существует множество социальных групп, имеющих различные культурные ценности, традиции, верования, обычаи. В зависимости от этого культура делится на доминирующую и субкультуру. Доминирующая культура – это культура, ценности которой преобладает. Содержание ценностей доминирующей культуры становится известно прежде всего благодаря всеобщему образованию. Субкультура – это система норм и ценностей, отличающих отдельную группу людей от большинства общества. Это может быть культура этнических, профессиональных, демографических и других групп. Между доминирующей и субкультурой могут складываться самые разные взаимоотношения. Это может быть партнерство, когда субкультура проявляется как продолжение и развитие доминирующей, а также присутствует в пространстве доминирующей культуры. В этом случае между доминирующей культурой и субкультурой устанавливаются партнерские отношения. Примером этому может служить профессиональная субкультура, например, спортсмена. В то же время субкультура может вступать в противодействие и отрицать ценности доминирующей культуры. Тогда речь будет идти о контркультуре. Это культура, которая не просто отличается от доминирующей, но и находится в конфликте с доминирующими ценностями. Примером того, что субкультура заявила себя в качестве альтернативы существующим ценностям, является криминальная субкультура. Доминирующая культура всячески борется с формами проявления такой субкультуры. А теперь предлагаю остановить просмотр видео и, рассмотрев иллюстрации, установить, какой молодежной субкультуре, существовавшей в советском обществе в конце 50-х, середине 60-х годов, посвящены данные медиатекста. Как появилось название этой субкультуры? Особый интерес среди различных субкультур представляет молодежная субкультура. Возникать они стали еще во второй половине 20-го века и отражали происходящее в обществе перемены. Желание молодежи привлечь к себе внимание стало противовесом давлению массовой культуры. Молодежная субкультура – это культура определенного молодого поколения, характеризующаяся общностью стиля жизни, манер поведения, групповых норм и стереотипов. Предлагаю остановить просмотр, рассмотреть иллюстрации и ответить на вопрос, какие молодежные субкультуры представлены на иллюстрации, по каким признакам вы это определили, какие еще молодежные субкультуры вам известны и каковы их отличительные особенности. Причинами формирования молодежной субкультуры являются прежде всего социально-психологические причины. Для подросткового и юношеского возраста в целом характерно стремление к обособлению. Это значит, что они стремятся обозначить собственную позицию. Также для подростка крайне важно быть не как все. Поэтому возникает желание принадлежать какой-либо общности сверстников, где можно обрести взаимопонимание и поддержку. Ну и, наконец, найти свой путь во взрослом мире. К познавательным причинам можно отнести то, что подростки и молодежь являются самыми обученными и оперативно реагирующими потребителями информации. Хотя критиковать они не умеют, но критическое мышление возникает в результате рационального осмысления того, что происходит. Лишь затем возможна критика. Но для этого требуется знание и умение пользоваться собственным разумом и социальной ответственностью. На появление молодежных субкультур также влияет разобщенность современного общества и неспособность доминирующей культуры предложить неформальную, привлекательную для молодежи систему ценностей. В этом и заключаются ценностные аспекты формирования молодежных субкультур. Выделяются следующие виды субкультур. Агрессивная субкультура. Она имеет культ физической силы и внутреннюю иерархию. Эпатажная субкультура. Это субкультура, которая подразумевает самовыражение через внешний вид, вызов сложившимся правилам и нормам. Далее, альтернативная субкультура. Она представляет собой выработку поведения, образа жизни, которые будут отличаться от общепринятых. Социальная субкультура. Имеет своей целью разрешение конкретных социальных задач. Например, экологические и волонтерские движения будут относиться к социальной субкультуре. И, наконец, политическая субкультура направлена на изменения в стране согласно идеям политических партий и движений. От доминирующей культуры субкультура отличается языком, образом жизни, манерами поведения, одеждой, особенностями восприятия мира. Значимая для той или иной молодежной культуры идеи и ценности получает внешнее выражение в обязательной для ее членов символики и атрибутики группы. Одной из особенностей современных молодежных субкультур является акцент на компьютеризации, виртуализации общения и реальности, переносе своей активности в другой тип социального пространства. А теперь я предлагаю остановить просмотр, рассмотреть карикатуру Андрея Крылова-Стага и выполнить задание, представленное на экране. Начиная с 2008 года в июле на территории Музея старинных народных ремесел и технологий Дудутки, что в Минской области, проводится международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Наш Грюнваль», посвященный культуре Средневековья. Центральным мероприятием фестиваля является масштабная реконструкция Грюнвальской битвы, состоявшаяся 15 июля 1410 года. Назовите известные вам субкультуры, представители которых занимаются реконструкцией исторических событий или художественных произведений. Можно ли считать субкультуры только молодежным явлением? При рассмотрении вопроса о взаимоотношениях между доминирующей культурой и субкультурой, мы установили, что часть субкультуры, которая противостоит господствующей и находится в конфликте с доминирующими ценностями и нормами, это контркультура. Этот термин был введен в 60-х годах 20 века американским социологом Теодором Розаком в связи с молодежными бунтами в Европе и Америке. Возникновение молодежных субкультур в середине 20 века как раз и начиналось с контркультуры. Рост социального напряжения, связанного с выступлениями в Соединенных Штатах Америки в защиту прав афроамериканцев, протестами против войны во Вьетнаме, а в Западной Европе с ростом интереса к коммунистическим идеям, привели в 1960-х годах к переоценке ценностей доминирующей западной культуры. Наиболее ярким примером контркультуры является хиппи 60-х годов 20 века. Они олицетворяли собой нон-конформистский мир, который противостоял против старого мира, где все должны были следовать нормам буржуазной морали и сложившегося образа жизни. Хиппи пропагандировали возвращение к природной чистоте через любовь и стремление к миру. Длинные волосы, изобретательность в языке и одежде, употребление наркотиков, характерные для хиппи, со временем широко распространились в западном обществе. Идеи контркультуры мгновенно подверглись коммерциализации. Рынок стал выпускать музыку хиппи миллионными тиражами, в моду вошли джинсы, которые из рабочей одежды буквально превратились в мировую униформу. Но доминирующая культура выработала механизм адаптации контркультурной деятельности. На сегодняшний день коммерциализация любой новой контркультуры, превращение ее в модную новинку – один из главных способов нейтрализации ее воздействия на современную культуру. Таким образом, подводя итоги изучения темы субкультура и контркультура, хотелось бы еще раз отметить, что культура организовывает жизнь человека. Человек не может существовать без приобщения к той или иной культуре, ее ценностям, традициям и идеалам. Все области культуры связаны друг с другом и тесно взаимодействуют, составляя целостное пространство человеческой жизни. А теперь постарайтесь ответить на вопрос, который был задан в начале изучения темы. Субкультура – это путь к себе или побег от реальности? В завершении изучения данной темы предлагаю задание на все виды культуры. Напомню еще раз, что есть массовая, элитарная, материальная, духовная, народная, субкультура, доминирующая культура. Рассмотрите обложку первого издания книги Джона Толкина «Властелин колец. Братство кольца» и охарактеризуйте ее как артефакт и назовите, какие знаки и символы на ней представлены. Также определите взаимосвязь между книгой и такими явлениями культуры, как фильм «Властелин колец», компьютерная игра «Властелин колец», мероприятие толкинистов, украшение в виде кольца всевластия и интернет-мем «Моя прелесть». Вы должны связать все представленные медиатексты с медиакультурой и объяснить, каким образом они связаны между собой. А теперь я предлагаю закрепить полученные знания на практике, пройдя квест. Воспользуйтесь QR-кодом. Выбраться из комнаты – дело непростое. Выполните задание, соберите цифры и буквы, введите код и откройте дверь. Успехов вам, ребята! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...